доброго вечера всем великий пост продолжается сегодня 29 марта вечер сегодня читается великий канон снова полностью и мария настояние читается канон преподобной марии египетской преподобная мария египетская дожить ее для всех она является таким образом как человек может перевоплотиться из грешника великого великого святого мария египетская с 12 лет родившийся в египте 12 лет она убежала от родителей стала жить в распутстве занимаясь своими такими делами распутными которые очень нравились не однажды когда она уже повзрослела она увидела что люди собираются вирусалим для поклонения воздвижения креста на праздник она тоже захотела поплыть с ними и даже в этом плавание на корабле она занималась все тем же блудным делом но когда все люди пришли в храм которые плыли для поклонения креста то она не смогла войти в этот храм сила удерживала ее и тут она только поняла что вот эта сила есть та которая не пускает ее за ее блудные дела увидев образ богородицы она обратилась к ней с таким великим воплем состраданием наконец-то она поняла что покаялась что нужно измениться и попросила ее чтобы она допустила кресту подойти богородица допустила ее и мария подойдя кресту поняла как она живет неправильно с ней произошло чудо перевоплощение она расплакалась раскаялась и попросила богородица указать ей путь спасения и так она перешла через реку иордан омывшись в иордане приняв святые дары в храме на берегу иордана и она была направлена в пустыню и так она жила там больше 48 лет она в пустыне жила и вот однажды старец зосима который был в палестинском монастыре и все больше и больше хотел увидеть святых людей которые достигли высот святости и каждый год было так принято в этом монастыре что великий пост монахи уходили в пустыню расходились в разные стороны чтобы не видеть как каждый из них постится и так зосима монах тоже ушел в пустыню ища там кого нибудь из тех старцев людей которые там живут постоянно и достигли какой-то высоты святости и вот в этой пустыне и он и встретил марию которая же 47 лет там провела когда он ее увидел он сначала подумал что это дух потому что она была уже настолько легка и тонка что скрывалась за камнями одежда ее пришла ветхость так что она попросила не смотреть на нее спрятавшись и попросила у зосимы его плащ верхний чтобы накрыться и здесь она и рассказала ему свою историю и просила помолиться за нее но старец увидел насколько она уже приближена к богу и попросил чтобы она помолилась вот когда она стала молиться то она возвысилась от земли и молилась она на воздухе уже что старец подумал что это видение они женщина но она понимала о чем он думал то есть она уже настолько было в другом мире что она видела все помыслы старца и попросила его прийти через год и принести святые дары выйти из монастыря не уходить в пустыню следующий год во время поста великого подождать ее во время тайной вечерей в этот день вынести святые дары он так и сделал и ожидая святую он не понимал как она перейдет через иордан потому что лодки нигде не было и вот он увидел как она перекрестившись пошла по воде она перешла иордан по воде причастила святых таинств и попросила его через год прийти в то место где они встретились в пустыне старец зосима так и сделал и там он уже обнаружил ее мертвое тело она написала там на песке чтобы он похоронил ее и написала дату своей смерти это оказалось как раз после того как она причастилась но старец не смог даже выкопать могилу потому что земля там была каменистая твердая и тут лев вышел к старцу он стал к нему ластиться и он выкопал яму достаточную чтобы похоронить святую и когда зосима уже похоронил ее лев ушел а старец вернулся в монастырь и рассказал всем уже игумену и монахом а марии египетской так об этом узнали и стали ее чтить как святую преподобную марию египетскую ее пример стал для многих женщин особенно которые подвержены блудным мыслям страстям или заблуждением каким-то страстным что любой человек может измениться когда он прикоснется к святыне божьей благодати то есть каждый человек может из распутного злого превратиться в святого поэтому этот путь для каждого открыт поэтому мы обращаемся преподобной мари египетской моли бога нас читаем сегодня и канон читаем там он великий покаянный канон андрея критского кто может в храме то может дома обращаемся господу и к святым которые пришли к нему разными путями но они пришли главное не отступать и нам спаси господи все